Всем привет, ребята, это Алена. Сегодня говорим про интересную тему кокосовое масло и различные неврологические нарушения. Могу сказать, что насыщенные жиры это хорошая история, но многие люди говорят, что это закупоривает артерии, вызывает ишемическую болезнь сердца. Во многих случаях это ложь, потому что даже американская кардиологическая ассоциация навязчиво твердила врачам о том, что ненасыщенные жиры в продуктах нужно заменить растительными маслами. Но несколько крупных исследований вообще не показало связи насыщенных жиров с болезнью сердца. Они показали, что связи нет. Но вот я хочу сегодня поговорить про кокосовое масло, которое состоит из среднецепочных жиров, триглицеридов. И это жиры совершенно другие. И соответственно они обладают очень крутыми способами повлиять на ваше состояние. Могу сказать, что во многих случаях проблема не в жирах, а в углеводах и сахаре. И собственно говоря, не стоит беспокоиться о том, что кокосовое масло якобы яд. На самом деле польза велика. Но много исследований показывают о том, что снижается и холестерин, и используется кокосовое масло для еды. У людей, у которых повышенная тревога, стресс, апатия, это прям масло, которое помогает внутреннюю организму восстановиться.